Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 12 февраля, понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из Третьего Соборного Послания Святаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Это полностью все его Третье Послание. Это первая глава, стихи с 1 по 15, то есть до конца всей главы. И это послание состоит всего из одной главы. И вот как звучит это послание в русском синодальном переводе. «Старец, возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. И так мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них диатрев не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О, Дмитрий, засвидетельствована всеми и самую истинную. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Много имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствуют тебя друзья! Приветствую друзей поименно Аминь! Итак, дорогие братья и сестры, сегодня церковь предлагает нам поразмышлять над третьим соборным посланием Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. И здесь Святой Апостол и Евангелист Иоанн Богослов обращаются к некому Гаю. И, коль скоро мы читаем послание Апостола Иоанна Богослова и видим там особую его стилистику, его речи, некие филологические особенности. И для нас, не впервой читая послание Апостола Иоанна, встречать там слово «любовь», слово «возлюбленный», но из этого послания мы видим особенную любовь, все-таки ярко выраженную любовь Апостола Иоанна именно к Гаю. Потому что, если мы взглянем чисто с филологической точки зрения на это послание, то мы увидим, что возлюбленный, обращение возлюбленный, Апостол Иоанн по отношению к Гаю употребляет очень большое количество раз на такой короткий промежуток. В первом стихе «старец возлюбленному Гаю». Второй стих начинается с обращения «возлюбленный». Далее пятый стих мы читаем возлюбленный тоже обращение. И в одиннадцатом стихе мы тоже читаем такое обращение к Гаю. Из этого мы можем сказать, что такое благорасположение Апостола Иоанна вызвано тем поведением Гая. И прежде всего это поведение засвидетельствовано со второго по восьмой стих. «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя, ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». И одна из причин вот этой особой любви Апостола Иоанна к Гаю это то, что он ходит в истине. Он ходит в апостольском учении и он живет согласно этому учению и преуспевает в этом, что и доставляет великую радость и вызывает великую любовь у Апостола Иоанна. «Ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед Церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. И так мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины». И апостол Иоанн хвалит Гая за то, что он поступил как истинный христианин, как верный. А понятие «верный» — это очень древнее христианское понятие, которое сохранилось и в нашей литургии, когда мы говорим о том, что есть литургия оглашенных, а есть литургия верных. Верных — это те люди, которые уже были просвещены светом Христова Евангелия, которые крещены и участвуют в жизни Церкви. Самым главным в ее центре — это в Таинстве Евхаристии. И вот так ты как верный поступаешь, то есть поступаешь как истинный христианин в том, что делаешь для братьев и для странников. Странники — это люди путешествующие, люди, которые нуждаются в помощи ближних. Они засвидетельствовали перед Церковью о твоей любви, то есть они исповедовали, то есть рассказали то, как с ними обошелся Гай. И дальше апостол Иоанн говорит о неком своем послании, которое «я писал Церкви, но любящий первенствовать у них диотреф не принимает нас». Скорее всего, это какой-то поставленный, может быть, священник, может быть, руководитель общины, который пренебрегает братским общением с апостолами. И апостол Иоанн говорит, «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим изгонять их в Церкви. Не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога». И беда достопочтенной так толкует вот этот небольшой отрывок. «Конечно, мы не должны возбуждать языки, обличающих нас в несуществующих пороках, и равным образом нам, чтобы упражняться в добродетели, следует терпеть нападки тех, кого возбуждает их собственная злоба. Однако иногда следует и сдерживать их, поскольку иначе они могут совратить чистые сердца, которые обратились бы через нас к добру». Вот почему Иоанн отвечает здесь «клевещущему на него». «Клевещущий на него» — это и есть первенствующий диатрев. «О Димитрии, засвидетельствованного всем, и самую истинную свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство — наша истина». И дальше апостол Иоанн завершает свое послание, так же, как он завершает свое и второе послание, с надеждой на скорую встречу и разговору устам к устам, то есть личному разговору, личной беседе. И он завершает свое послание, даруя и призывая мир читающему, и обычными приветствиями апостола Иоанна. «Приветствую тебя, друзья, приветствую друзей поименно, аминь». Завершает свое послание апостол Иоанн. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и обращаться к Богу. Помнишь о том, что когда мы молимся, это мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, это Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»